...исторических фактов и чудовищного смещения географических реалий из Малой Азии на Кавказ. Ведь кем был Традат Третий, с именем которого армяне связывают принятие христианства на государственном уровне? Согласно армянским источникам, он был царем так называемой Великой Армении. Почему мы говорим так называемой? Потому что эта дефиниция неточна и сомнительна, поскольку ни в одном из древнеримских источников, которые сохранили сведения об Армении, нет слова, соответствующего понятию Великий. В них отмечена Армения Мейджор, что переводится как Большая Армения, но не Великая. А теперь посмотрим, где же находилась Большая Армия между речи Ефрата и Мурата. История гласит, что именно там гонитель христиан Традат заточил Григория Просветителя в глубокую яму. Тогда при чем здесь Южный Кавказ? Неужели произошла телепортация и могла ли глубокая яма Хор-Вираб переместиться с территории Малой Азии на Кавказ в современную республику Армения? Несмотря на несколько авторитетных исследований, СМИ еще упоминают об армянской нации как первой принявшей христианство. Даже до Константина. Однако из публикации Ананян мы теперь знаем, что посвящение Григория Просветителя произошло в Кесаре Каппадокийской лишь в 314 году. Несмотря на эти весьма разумные хронологии, важный для агеографии рассказ Агатангелоса продолжает читаться как исторический источник. Агатангелос был премьер-министром царя Традата и двоюродным братом Григория Просветителя. И понятны его намерения присвоить Армении статус первохристианской страны. Следовательно, красивые легенды о христианской приоритетности армян никак не относятся к республике Армения, в которой совершил паломничество Папа Римский. На это просто нет аргументов. Между тем, достаточно аргументов, как опровергающих этот вымысел, так и заставляющих усомниться в государственном первохристианстве так называемой Великой Армении. В пределы Аршакитской Армении христианство проникало через сироязычную Эдессу и грекоязычную Кесарию Каппадокийскую, поэтому вряд ли есть основания считать, что армяне стали первыми в мире официальными христианами. Согласно преданию, царь Эдейский Абгар V, состоявший в переписке с самим Иисусом Христом, просил его прислать в Одессу миссионеров и объявил в своем государстве христианство официальной религией. Значит, легитимизация христианства произошла еще в I веке, причем в сирийской среде. Это священное место ныне называется Шанлы-Урфа и находится на территории Турции. Здесь, в конце II века, появилась Эдесская церковь. Нет, не в современной республике Армении и не в Великой Армении, а здесь находилась первая христианская страна Эдесса. Профессор Адонс отмечал, что начальные документы христианской литературы армян тяготели преимущественно к сиро-персидскому церковному миру. Выдающийся ученый, член-корреспондент Академии наук СССР Пигулевская называет сирийцев «учителями армян». Британский сириолог Рай отмечает, что армянская литература в свои ранние дни многим обязана сирийской. Власть факта сильнее власти лжи. И для того, чтобы на основе исторических фактов доказать вам, что современная республика Армения не является первой христианской страной, мы решили показать реальное место становления раннего христианства. С этой целью наша съемочная группа прибыла сюда, в центральную часть Турции, на Анатолийское плато. Здесь находится христианская жемчужина Каппадокия, основанная во II веке н.э. Это место скальных церквей, келей, пещер, где скрывались от гонений первые христиане. Здесь мы погружаемся в века, когда жили люди, видевшие Христа. Каппадокия подарила миру великих святых, великомучеников, как Григорий Просветитель, Георгий Победоносец, Василий Великий. Мы находимся в музее под открытым небом Герема. Это место с 1984 года взято под охрану ЮНЕСКО. И данный музей доказывает, что в мусульманской Турции бережно хранят памятники христианства. Благодаря усилиям турецкого государства по сей день в первозданном великолепии сохранены каппадокийские храмы, созданные еще во II веке н.э. И поэтому ежегодно тысячи паломников и туристов могут приобщаться к таинству скальной церковной архитектуры. Во многих алтарях каппадокийских храмов сохранились монолитные престолы и прообразы современных иконостасов. Древние скальные церкви Каппадокии, которые вы видите в нашем сюжете, такие, как Азиза Барбара, перед которой я нахожусь, Каранлы, Келься, Иланлы, Тукалы, Эльмалы, Чарыхлы и другие, это факты, которые невозможно конфисковать из истории. И они доказывают, что именно здесь, в Каппадокии, на территории Малой Азии находится место силы и становления раннего христианства. Подчеркиваю, в Малой Азии, но не на Кавказе, не на территории современной республики Армения. Разве можно найти в Армении подобного рода сакральные церковные памятники? Нет, конечно. Там нет памятников 2-го, 3-го, 4-го веков, которые вы видели здесь. Между тем, в современной Армении остались церковные памятники другого этноса. Это албанские церкви 5-го, 6-го веков, история которых грубо сфальсифицирована. Сегодня их лживо представляют миру, как армянские церкви, якобы 2-го, 3-го веков. Этот подлог необходим Армении для подкрепления претензий на первое христианство. Для разоблачения этой чудовищной фальсификации достаточно приехать в Азербайджан и увидеть своими глазами точно такие же, как в Армении албанские церкви, которые сохранены в районах страны. Ваша правота не зависит от согласия с вами других людей. Вы правы, потому что верны ваши факты и правильны ваши аргументы. И только это доказывает вашу правоту. Уоррен Баффет Принятие христианства в 301 году на государственном уровне в Армении было невозможно. Хотя бы потому, что в начале 2-го века нашей эры Большая Армения находилась в вассальной зависимости от Римской империи. Следовательно, посаженный на престол римлянами царь Тердат мог объявить христианство государственной религией только после того, как в 313 году император Константин и Лициний подписали Миланский эдикт, который явился важным шагом на пути превращения христианства в официальную религию империи и подвластных ей территорий, в том числе и в Большой Армении. Гарагашьян в книге «История восточного вопроса», изданной в Лондоне в 1905 году, писал «О прошлом армян не имеются сведения, которые можно было бы считать историей или преданием. После принятия христианства придумали родство Айка с Ноем. Принято, что он потомок Таргома, одного из внуков Яфиса, сына Ноя. Ибо некоторые из старых историков имя Таргома, упоминаемое в еврейских летописях, показали как часть Армении. Об этом впервые написал Харенский Мавсес. Профессор Колумбийского университета Нина Гарсаян аргументированно доказала, что лжива датировка христианизации Армении и надуман миф о государственном первохристианстве. В доказательную базу входит факт о крещении армянского народа во главе с царем Трдатом в 314 году Рождества Христова в реке Ефра, то есть в Малой Азии. Заметьте, не в озере Сиван или реке Роздан. Как должно было бы быть, если бы крещение происходило на территории современной Армении, созданной на Кавказе лишь в начале 20 века? Доказано, что единой Армении не было, а те образования, из которых она состояла, находились вне Южного Кавказа, на территории современных Турции, Ирана и Ирака, причем в сфере политического влияния могущественных Римской и Персидской империй. Ученый поясняет, что армяне стали создавать историю Армении с V века, после упразднения армянской государственности. Автор доказал тенденциозность отцов армянской истории Павстоса Бюзанда и Мавсеса Харинации, которые, вопреки исторической правде, представляют Армению как политическое единство, в то время как в Армении отсутствовали государственность и независимость на протяжении полутора тысяч лет. Это значит, что древние историки были связаны с отдельными нахарарскими княжескими домами, продвигали их интересы и поэтому их работы нельзя читать как работы по истории Армении, вкладывая географический и национальный смысл в этникон. Все древнеармянские и последующие хроники проникнуты духом исторической фальши, вызванной стремлением выделиться среди других народов. Все то, что мы знаем об Армении, свидетельствует о том, что Армению первого-четвертого веков, вопреки сторонникам величия Великой Армении, никак нельзя представлять как религиозное и политическое единство, как топонем, с неизменным содержанием. Факт миграции армян на Кавказ подкрепляют данные самой точной из исторических наук – антропологии. Согласно результатам исследований ведущих советских антропологов Якова Рогинского и Максима Левина, армяне являются неавтохтонным населением Кавказа. Свои аргументы антропологи основывают на следующих фактах. Ископаемые черепа из могильников на территории современной Армении не имеют ничего общего с черепами современных армян, а армяноидная малая раса сформировалась на территории Передней Азии. При этом ученые отмечают, что ископаемые черепа из могильников современной республики Армении относятся к авкасионному типу. К этому же типу принадлежат и современные азербайджанцы. И данный тип оставался неизменным с эпохи неолита. Какой опыт можно и нужно вычленить из истории, окованный цепями чужой победы и расстрелянный свирепствующими победителями? Как видите, мы ссылаемся на достоверные документы. Мы правы, потому что верны наши факты и правильны наши аргументы. И только это доказывает нашу правоту. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok